Айоу, с вами Трэнди. Ну что, на дворе 2021 год, у меня есть PSP с 2008, у меня есть Nintendo Switch с 2018, ну а на прошлой неделе я все-таки решился и взял PS Vita, у меня ее никогда не было, я ее даже в руках до этого ни разу не держал вроде, ну или может только давно и уже забыл об этом. Сегодня я вам расскажу историю о том, как я ее себе покупал, это реально интересная история, а не заунывное съездил докупил, расскажу о первых впечатлениях, о прошивке, совсем чуть-чуть об играх, а также как многие знают, у меня контент в основном связан с Nintendo, так что не избежать прямых сравнений с Nintendo Switch, выясним кто круче в 2021 году. Ну а перед началом лайк, потому что такого видоса в 2021 году вы не найдете, там в основном уже вот старичков, у которых глаз замылен, ну и подписка на канал обязательно. В этом ролике, как я уже сказал, будет в основном покупка и первые впечатления от человека, у которого никогда не было Vita, но был Nintendo Switch и PSP. С чего же началась вся эта история? Я записал ролик про PSP, а в конце уже перед самым черным экраном, где почти все выключают видос, попросил 3,5 тысячи лайков и сказал, что если наберется, то я куплю самую дешевую Vita в городе. Да, 3,5 тысячи не собралось, но видос хорошо стрельнул, набрал уже почти 40 тысяч просмотров и больше 2 тысяч лайков. Я такой, ну ладно, го покупать. Вообще я мониторил рынок долго, и у нас в Ферловской области дешевле 7 тысяч вид не было. Но вот на прошлой неделе я вижу, чувак сбросил цену до 5,5 тысяч на Авито, и я такой, все, бегу покупать. Пишу ему, договариваюсь о встрече, он называет адрес, куда подъезжать, но тут что-то по работе отвлекает, я говорю, что подъеду чуть позже, доделываю дела, буквально через час. И такой, надо позвонить. Блин, номер не сохранил. Захожу на объявление, и пользователь удален за нарушение правил. Ну тут я не знаю, либо обманщик был, либо просто то, что прошитую консоль продавал, я не знаю. Но сделка сорвалась. Я расстроился, просто на шару захожу в поиск по витам, и вижу объявление за 6,250. Узнаю, консоль не шита, версия системы 3.73, в комплекте только оригинальная карта на 4 гигабайта, зарядка и консоль. Ну там недолгими торгами я выезжаю и забираю консоль за 5,800. И получается, что я сдержал свое обещание, купил самую дешевую PS Vito вообще в области. Ближайшая по цене была 7 тысяч, где-то в Сесерте или в Каменскуральском, или типа того. Ну и мораль сей басни такова, остерегайтесь мошенников на авито. Я всегда предпочитаю забирать товар лично. Ну а теперь давайте о первых впечатлениях и сборке консоли. Когда я приехал забирать Vito, я столкнулся с неприятной ситуацией. На ней нет встроенных возможностей проверки стиков, кнопок и экрана. Я конечно потыкал на кнопки, но не все они работают в стандартных приложениях. А про работу правого стика мне вообще пришлось поверить на слово. Его я смог протестировать только поздно вечером, когда установил Uncharted. Если кто-то переживал, консоль полностью рабочая. Когда я взял ее в руки, я просто офигел от того, насколько она удобная. Мне попалась фатка. Тут я пусть и случайно, но не стал изменять своим традициям и взял первую ревизию. Как и PSP, как и Switch. Так вот, она идеальной толщины, идеального веса, но немного неудобная задняя панель. Именно на фатке задняя сенсорная панель большевата. И в любом случае ты залазишь на нее пальцами. По удобству кнопок и стиков, хоть они и меньше, чем я ожидал увидеть, никаких нареканий нет. Стики у консоли реально крохотулечные для 2021 года. Я не ожидал. Но они упругие, ход у них предсказуемый и нет дрифта. Даже на первой ревизии лохматых годов. Лешего за ногу этой Nintendo. Экран у консоли шикарный, так как это первая ревизия. Тут OLED матрица и она, я бы даже сказал, высокого качества. Особенно для своих лет. А еще что сразу бросилось в глаза. Хорошая яркость. На PS Vita я могу видеть картинку даже на солнце. Опять же лешего за ногу этой Nintendo. Вообще, в целом, к сборке и качеству материалов никаких нареканий нет. Vita чувствуется как приятный на ощупь монолит, в отличие от свеча. Который, ну объективно, собран как будто из говна и палок. Но вот правды ради, хочу отметить, вот на черном фоне, в темноте, на полной яркости, заметно, что OLED начал местами выгорать. Но во время игры это вообще никак не заметно. Теперь о системе оболочки и прошивки. Ну тут сразу скажу. Хуже идеи, чем пузыри, придумать, наверное, сложно было. Задумка в принципе понятна. Сенсорный экран, ты на них нажимаешь и бла-бла-бла. Но как же это неудобно, запутанно и создает кучу ненужных нажатий. Во-первых, сами иконки крайне не информативные. Во-вторых, текст налазит на пузыри и его сложно прочитать. В-третьих, рабочие столы вмещают не так много шаров, а значит это просто тонна свайпов. Ну и каждый раз подтверждать выбранный пункт меню, это за гранью добра и зла. Я нажал на настройки, зачем мне еще раз нажимать на запуск? Ну бред какой-то, и это еще все сопровождается долгой анимацией. Тут заслуженная премия за самую неудобную оболочку. На PSP и Switch намного удобнее. Ну ладно, нам в основном в игры играть, а не по менюшкам шариться. Они стоят сейчас не так дорого, но сосед друга моего троюродного дяди все-таки предпочел прошить консоль. Хоть я это не одобряю. Как с этим тут обстоят дела? На момент записи ролика, как я понимаю, шьются все виды без исключения. Поэтому система 3.73 не стала преградой. Делается это буквально в 10 кликов и разберется даже с самой криворуки доролей, как собственно сосед друга моего троюродного дяди. Ссылку на инструкцию оставлю в закрепленном комментарии. Но помните, это можно делать только для изменения интерфейса, а игры обязательно покупать. Потому что пиратство это зло. Но если вы все-таки любите носить повязку, то для игр именно самой виды вам подойдет и просто прошивка 3.73. А вот если вы хотите заниматься эмуляцией, хотите стабильную работу всех плагинов и неслетаемую прошивку, то нужно будет откатиться до 3.65. А там уже сделать подмену версии на 3.73. Чтобы можно было играть в онлайне в купленные игры, заходить в PS Store и тому подобное. Ну и конечно прошивка дает множество дополнительных плюшек. По типу удобного так называемого быстрого меню, разгон консоли и комфортную игру на PSP и многое другое. Делается это все крайне просто. Не знал куда вставить этот пункт, расскажу перед играми. Это наверное одна из самых приятных вещей на PS Vita по сравнению с Nintendo Switch. Поддержка Bluetooth наушников. На свече я играю или со звуком из динамиков, или вообще без звука. В очень редких случаях достаю запутанный клубок из проводов. Тут же пусть и не все Bluetooth наушники, но можно подключить. У меня например вот такие от Huawei не захотели работать. А вот старенькие Meizu с проводком через шею работают идеально. И качество звука на хорошем уровне. Да и задержек не наблюдается. Играешь в Uncharted и во время долгих катсцен положил консоль и без проблем пошел налил чаю. Или еще что-нибудь, не запутываясь в проводах. Крайне удобно. Теперь трудности с которыми я столкнулся, ну и конечно же игры. Самая главная проблема Vita с самого старта продаж, карты памяти. С нормальным размером они стоят дороже чем сама консоль. А сейчас при условии что я купил Vita за 5800, то получается что карта на 32 гигабайта стоит дороже. Карточки на PSP тут не идут ни в какое сравнение. В итоге сосед друга моего троюродного дядя принял решение оставить эту карту на 4 гигабайта и заказать переходник SD2Vita с карточкой на 32 гигабайта с Алиэкспресс. Ну и конечно я заказал чехол и провод, потому что тот который мне достался был поврежден, я уже сам перемотал его изолентой. Это как бы минус первой ревизии, потому что тут не micro USB, как на Slim версиях. Ну короче, все что я купил мне обошлось меньше 900 рублей. А так как самый низ в ЕКБ на Vita 8000, в области 7-7500, но там на бенз надо тратить и ехать далеко, то в принципе вышла очень даже вкусная цена. Но у меня будет новый провод, новый чехол, новый переходник и хорошая, новая, качественная карта памяти, а не говно за 3 копейки. На все товары оставлю ссылки в описании. Но есть и проблема, на данный момент мне пришлось ставить одну игру, тестировать, удалять и ставить следующую. А самый прикол, что мне пришлось играть в Killzone, так сказать, в первую версию, без патчей, как с завода, потому что не хватило памяти. Но давайте все по порядку, сейчас я расскажу кратко про игры, а если вам понравится тема PS Vita и вы поставите много лайков, соберете много просмотров, то я запишу еще отдельный ролик про большее количество игр, расскажу вообще, что я о них думаю, протестирую максимальное количество из того, что вы напишите в комментариях, так что не стесняйтесь, пишите, что именно вам интересно. Так вот, первым я, конечно же, протестировал Uncharted, куда же без него. Картинка меня приятно удивила, для 2011-2012 года это выше всяких похвал, потому что даже сейчас на свече не в каждом крупном релизе такое высокое качество увидишь. С самого старта видно, что в этой игре они решили показать все возможности консоли, даже в главном меню нельзя клавишами управлять, только сенсором. Да и вообще в игре очень много всего ты делаешь с помощью сенсора на экране или на задней панели. Если тебе нужно разрубить деревья, то ты вводишь по линиям, если тебе нужно разгадать загадку или почистить какую-то листовочку или артефакт, ты тоже вводишь пальцем по экрану. Ну и самое крутое, обычно лазить по каким-то уступам не самое веселое занятие, тут же ты просто можешь провести пальцем по экрану и Дрейк сделает все сам и в два раза быстрее, чем нажатием кнопок. В плане технической реализации никаких нареканий нет, да и фпс стабильный. А еще забыл сказать, что гироскоп при перестрелках очень даже хорошо помогает. Как мне показалось, вот эта самая техническая часть чуть-чуть превалирует над сюжетной и еще из-за этого падает динамика игры. Но вот я еще играл в пару анчартедов на PS3 и знаете что я вам скажу, там они мне вообще не понравились. А тут благодаря новому экспириенсу и портативности я с удовольствием поиграл около 2-3 часов, но не потому что мне надоело, а потому что мне надо было тестировать следующую игру. Второй же игрулей на данный момент был Killzone, но это обычный добротный среднестатистический не лучше не хуже коридорный шутер с отличной графикой даже в 2021 году. А это я еще без патча играл, как игра преобразилась с обновлениями я не знаю. В игре тоже присутствуют элементы, например добивание с помощью сенсорного экрана или все действия по типу подъема патронов можно выполнить и кнопками и сенсором. Тут такой принудительной штуки как в анчартеде нет, выбирай как тебе удобнее. Но тут можно протестировать стики в полной красе и скажу я вам они намного удобнее чем на нинтендо свитч, даже несмотря на то что они такие крохотулечные. То есть на джойконах мне крайне неудобно играть в шутеры на свитче, а вот в киллзон на вите я играл без дискомфорта. Это конечно субъективчина чистой воды, но вы смотрите мой видос. В целом игра мне понравилась, постараюсь пройти ее полностью когда придет карта памяти и я смогу скачать патчи, а то без них игра как-то периодически выдает микролаги. Давайте же подведем промежуточные итоги покупки. Смотрите, на вите есть как минимум 4 игры в которые вы должны поиграть. Uncharted, приключения, киллзон, шутер, нфс, гонка и сэкбой, платформер. При условии что вы можете купить саму консоль пусть даже за 7 тысяч и даже если вы будете брать картриджи по 800 рублей, выйдет у вас все вместе в районе 10 тысяч. Потом вы можете все это продать за те же деньги что и купили, а можете не тратиться на картриджи как сосед друга моего троюродного дяди, потому что Sony в любом случае не достанется ни копейки если вы купите бу картридж. А одна игра на свече например стоит на картридже 3-4 тысячи, а в ру ешопе без скидок 5300, так что затея с покупкой виты однозначно стоит свеч. Купите попробуйте, это вообще адекватные и подъемные деньги, если не понравится вы вообще ничего не потеряете. А еще если у вас никогда не было PSP, то PS Vita это мастхев. Я вообще не жалею о покупке, если даже окажется что кроме этих 4 игр меня на вите вообще ничего не заинтересует, то просто пойду и продам ее за те деньги что в нее вложил. По мне так если бы Sony не накосячили с ценой консоли, с ценой на карты памяти и убогим меню, то старт продаж был бы намного лучше, а при хорошем старте как мне кажется Sony бы почувствовали вкус денег и не отказались бы от дальнейшего выпуска игр, а это бы дало еще больше буст продажам. И там бы уже взлом который и был основной причиной отказа от поддержки был бы не такой существенной проблемой. Очень жаль что все сложилось так как сложилось. Обязательно пишите что я должен проверить, поставьте лайк, чтобы я понял что тема вам интересна, ну и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы. Ну и конечно ссылки на соц сети и на страницу на бусте в описании. А на этом у меня все, всем удачи и пока.